В прошлом году Надежда 2 финишировала на втором месте. Команда вновь стала призером Суперлиги 2. Как вы оцениваете этот результат? Мы проанализировали свои ошибки, которые допустили в том сезоне. В этом попробуем все сделать как надо и занять в первом месте. Может быть была какая-то самоуверенность в прошлом сезоне, когда была эта большая победная серия. Может быть уже казалось, что лига выиграна досрочно. В ноябре, в декабре. Не было такого чувства, что мы чемпионы этой лиги? Были такие чувства, но они после первого поражения сразу перекрылись. Потому что сначала все говорили, что вот, все нормально, мы там вообще без проигрыша были. Потом такой обидный проигрыш, конечно, был. Потом после первого поражения у нас начались в команде мини ситуации, которые нельзя допускать. Сами провели разговоры. Мы вроде бы обсудили все с девчонками. Просто все. И уже сделали тогда работу над ошибками. И все-таки финиш играли на более хорошее место второе. Игры в Вологде, наверное, вообще особняком стоят. Потому что, по сути, в Вологде команда потеряла шансы на золото. И при этом, наверное, столкнулась с самым серьезным сопротивлением в чемпионате. Там и много болельщиков было. Можете вспомнить вообще вот эту атмосферу? Очень было много болельщиков. Вот именно в клане, потому что они болели за Вологду. Вот это было вообще очень атмосферно. Мне очень понравилось. Игры, ну, конечно, не особо мне понравились. Мы уже проиграли. Вот. Очень обидные поражения. Вот такая атмосфера, которая была в Вологде, она очень многого стоит. Это сразу появляется азарт у тебя. Ты хочешь делать, бежать, прыгать. Ты скажешь, всегда этого хочешь делать? Ну, тут прям вот люди кричат. Они кричат против тебя, а тебе хочется доказать, что ты лучший этой команды. Вот просто вот из-за тебя распирает. Не могу ничего сказать. Очень крутая атмосфера. Я хочу, чтобы всегда такая была. Вот люди, чтобы ходили на такие игры, чтобы, ну, удовольствие доставляли. Давай вот определим, чем привлекательен для Оренбургского болельщика женский баскетбол или конкретно вот «Надежда 2» матча Суперлиги 2. Вот давай просто даже тезисно поймем, почему болельщику надо приходить на эти матчи. У нас команда красивая. Аргумент. Даже не возражаю. Все доедины. За красивые моменты надо ходить и смотреть. И болеть на «Надежда». Тем не менее, пускай не так много, но есть свои болельщики у «Надежды 2», есть и преданные болельщики, которые на выездные матчи ездят. Можете вот рассказать, знаю, что у вас наверняка это впечатлило, что вот несколько болельщиков в прошлом сезоне прям практически во всех играх команду поддерживали. Были и в Красноярске, и в Новосибирске, были в Иваново, и в Ногинске. И чувствуется ли вообще поддержка, даже когда это может быть там два человека, чувствуется ли она, как команда к этому относится? И вот знаю, что еще один из таких матчей попал Инна на твое день рождения, болельщики тебе сделали подарок. Вот можешь рассказать все, как это было? Ну, у меня день рождения всегда попадает на игры, но это было приятной неожиданностью, то, что мне сделали подарок приятный. Ну, очень просто, никогда в моем опыте такого не было, чтобы болельщики, которые приехали из Оренбурга в Иваново и подарили подарочки, поздравили с днем рождения. Это безумно приятно, видеть то, что в ходе даже приезжают к нам на игры. Ну, просто ни разу такого не было, и сейчас первый раз приехали и поддерживают всегда. Даже когда мы проигрываем неудачные игры, все равно поддерживают, приятные слова пишут. Да, чувствуется поддержка. Классно. В новом сезоне 10 команд будет в Суперлиге 2. Сейчас уже можно о чем-то говорить, кто будет главный конкурент? Скорее всего, мне кажется, что это будет Пенза, и, возможно, если будет немного другой состав, это Шахта. Или Новосибирск. На Восибирск. А, ну вот Красноярск. Ну, вот есть такие команды, с которыми мы играли в том сезоне, и было так немного тяжело начинать. Что знаете о новой команде из Санкт-Петербурга, в Черных Медведях? Это бывшая команда ОСБ, они выиграли вроде. Да. Вот. Девочка Олесик Олестр перешла туда, рассказала, что неплохой состав собирается так, с ним увидимся в сезоне, и все будет понятно. А вот есть вообще какое-то пожелание, предпочтение, вот когда видите календарь, не знаю, город, куда хочется съездить? Знаю, что вот у некоторых игроков той же молодежки в прошлом сезоне такое вот чувство было к Санкт-Петербургу, что красивый город, хоть и далеко ехать, да, там, по-моему, даже военнополисе ездили, тоже не на самолете, там, двое суток ехать, но вот куда особенно охота съездить может быть? У нас же теперь две команды будут из Питера, и получается на неделю, наверное, мы. По второй, по-моему, еще не ясно точно. Но если будет, то Питер, либо Питер, либо и Москва, под Москвой. Ну, это из-за того, что домой, да? Да, и Казань, Казань, но Казань не будет. Вот, так больше всего. А вот во время выездных матчей удается вообще хоть, не знаю, выйти вокруг гостиницы куда-то, сходить, или можно съездить куда-то? Или это вот все-таки, там, аэропорт, вокзал в вашем случае, вокзал, гостиница, зал и все? Нет, выдается, у нас есть свободное время, после игры мы идем кушаем, и потом уже свободное время, кто куда, кто гулять, кто там в Найк. В Найк, в Аренбурге нет Найка, мы там ездим. Дископ, да? Да. Да. В самом центре Евразии, в удивительном крае, люди самые разные, но все они знают. Есть такая команда под названием «Надежда». А еще есть мечты, вера в завтрашний день, и любовь, и поддержка. Баскетбол — это я, баскетбол — это ты, баскетбол — это мы. Весь своему сердцу, слушай свою душу, мы победим, ведь с нами все Оренбурге. Верь только в удачу, но мы, как и прежде, мы победим, ведь мы ваша надежда. Что скажете, Нелли Мняшева? Инна Фастова, я вам скажу, что здесь красиво. Давайте на следующий сезон. Давайте. Мы не пьем. Не пьем. Мы не пьем. Здоровый образ жизни. Дож. Продолжение следует.